Инвестиции. Когда люди слышат это, они представляют бешеные торги, биржевые тикеры и людей, орущих друг на друга. Не важно, что вы слышали раньше, инвестирование не обязательно должно быть сложным, грузить или клонить сон. Основы на самом деле простые, и как только вы их усвоите, вы сможете поднимать на этом миллионы долларов. С помощью моего друга и эксперта по личным финансам Ромита Сети, мы отбросим общие положения и перейдем к анкретике. Как начать инвестировать, какие счета открыть и все то, что мы должны и не должны делать, когда дело доходит до инвестирования. Это критическая ошибка, которая обойдется вам в сотни тысяч долларов. Мои 20 с небольшим лет были не самыми продуктивными в финансовом плане. Помню, как бренчал монетами в очереди, пытаясь нагоношить на бутер с курицей за один бочинский. Если вам знакома такая ситуация, сама идея инвестиций может показаться невыполнимой. А может, ну его нафиг? Прежде чем вы откроете свой первый инвестиционный счет, вам необходимо выполнить два важных шага, с которыми согласится большинство экспертов. Во-первых, создайте резервный фонд. Начните с накоплений, которых хватит на один месяц жизни, но в конечном счете стремите их к запасу на 3-6 месяцев. Самый минимум – арендная плата, коммуналка, продукты и топлива. Абсолютный минимум, на который можно прожить. И во-вторых, вы должны погасить все свои долги, за исключением ипотеки. Сосредоточьтесь на долгах с самыми высокими процентными ставками – кредитные карты, студенческие суды и автокредиты, ставки по которым доходят до космического масштаба. Вот этих товарищей нужно загасить как можно скорее. Профит только от этих двух шагов уже будет огромный. И, скорее всего, вам потребуется пройти через долгие годы сбережений, терпения, разочарования и жертв. Особенно, если вы закончили учебу с долгом в размере 100 тысяч долларов, как это я сделал. И как только вы загасите последний кредит, вы, наконец, будете готовы для инвестиций фонда в рынок. Уоррен Баффет сказал, «Мое богатство – это результат комбинации нескольких факторов – жизни в Америке, хороших генов и аккумулирующего эффекта процентов. Из-за последнего начать инвестировать нужно как можно скорее». Что мы знаем наверняка, так это то, что в течение длительного периода времени, мы говорим о 40-х-60-х, рынок, как правило, откатывался на 7-8%. Это в год. Поэтому люди спрашивают, и что это, много или мало? Для людей это посторонний шум. А значит это, что ваши денежки будут удваиваться каждые 10 лет, даже если вы забьете. Допустим, вы инвестируете 5 тысяч в год в возрасте от 25 до 65. При годовой доходности в 8% у вас будет почти 1,3 миллиона долларов. А если бы вы спрятали деньги в ящике для трусов, у вас было бы 200 тысяч долларов. Это разница, которая может легко изменить всю вашу жизнь. А знаешь, что еще изменит твою жизнь? Работа, которая тебя наполняет. Приносит не только моральное удовлетворение, но и финансовое. Не знаю. Ты сильно удивишься, если я скажу, что большие деньги можно зарабатывать и сидя дома за компом. Для многих это в голове не укладывается. Значит 95% людей ошибаются. Жизнь научила меня тому, что 95% людей всегда ошибаются. И для тех, кто давно задумывался о смене профессии, образовательная платформа Ката Академи ведет набор на онлайн-курс «Джава-разработчик с оплатой после трудоустройства». Все верно. Сначала вы проходите обучение, а потом устраиваетесь на работу. Если нет, то платить ничего не надо. Это прописано в договоре. А также прописана минимальная зарплата после трудоустройства. Это 100 тысяч рублей в месяц. В 2023 году 82% выпускников этого курса устроились на работу с зарплатой свыше 150 тысяч рублей. Важный момент. Придется переехать в Москву или Санкт-Петербург. Там просто больше вакансий и зарплаты побольше. Хорошо, но в чем подвох? Как зарабатывает Ката Академи? Они инвестируют в обучение студента, трудоустраивают его, а затем получают дивиденды от инвестиций. Это 17% от зарплаты выпускника после вычета налогов. Как видите, они заинтересованы устроить вас на работу. И, разумеется, сделать из вас квалифицированного IT-специалиста, с чем они успешно справляются уже как 5 лет. Чтобы лучше ознакомиться с программой обучения, рекомендую перейти по ссылочке в описании. Ну а мы продолжаем. Когда я загасил свой последний кредит, я понял, что мне пора инвестировать. Но у меня были вопросы. Как мне счет открыть? В какой компании это сделать? Сколько бабок закидывать? В какие акции инвестировать? Я конкретно прибалдел. Есть несколько вариантов инвестиционных счетов. Везде разные сборы и налоговые льготы. Я предполагаю, что уже на этом этапе вы могли тормознуться, не солоно хлебавши. Итак, давайте разбираться, что же нам нужно делать, когда мы решили начать инвестировать. В США, если у вашего работодателя есть план 401k, и он предлагает хорошие условия, то это первый счет, с которого стоит начать. И, возможно, вам стоит присмотреться к нему еще до уплаты всех ваших долгов. Вложите как можно больше денег в этот пенсионный фонд. Дальше нам нужно завести индивидуальный пенсионный счет ROS IRA. Если вы подходите по доходу, ROS IRA предоставляет ряд больших налоговых преимуществ. Вот почему его многие рекомендуют. Но каким компаниям можно довериться? Есть несколько компаний, которые мне нравятся. Лично мне нравится Vanguard. Я не имею к ним никакого финансового отношения, но именно там я предложил уже не открыть счет. Сборы очень маленькие, они не сдерут с вас много. Это важно. Fidelities тоже хороший вариант. Schwab тоже очень хорош. Это отличная троица. Меня часто спрашивают о роботах-консультантах. Да, есть такая тема. Неплохо. И еще история. Рамин, где мне открываться? Wellsfront, Betterment или Vanguard? Смотрите на маржу. Возможно, вы переплачиваете примерно на 0,3% больше. По большому счету, это не очень-то и критично. Но я лично не думаю, что это нужно игнорировать. Мне все равно, что у Vanguard хуже интерфейс приложения. Я туда почти не захожу. Для меня это не важно. Мой главный критерий, чтобы у компании были самые низкие комиссионные. Чтобы не усложнять себе жизнь, просто откройте счет Vanguard. Низкие комиссионные, все необходимые варианты инвестирования и все инструменты для легкого старта. Теперь, когда мы открыли счет, что дальше? Что ж, настало время вложить денежки. И независимо от того, что сказал вам ваш Шурин, вложение всех сбережений в биткоин, скорее всего, стремный вариантиц. Я думаю, большинство людей, когда думают об инвестиции, думают, а вложусь-ка я в Теслу. Им нужны конкретные варианты. Меня спрашивают, Рамид, а зачем мне инвестировать в фондовый рынок? 7%? Это для неудачников. Вон биткоин можно фармить 60% годовых. Рукалицо? Хорошо, вот пример из элементарной математики, которую он, очевидно, прогулял. Если бы ты получал 60% прибыли в год, очень скоро у тебя было бы настолько много денег, что ты бы рулил вселенной. Не существует инвестиций, которые постоянно приносят 60% прибыли. На самом-то деле, люди внедряются в эти схемы, а потом сами же признаются. О боже, я облажался. Лучше бы лотерейный билет купил, и то больше пользы было бы. Забудьте о таких инвестициях. Это очень опасно. Итак, чтобы не вкладывать все деньги в одну компанию, одну акцию или одну рисковую авантюру, нам следует диверсифицироваться, и с этим нам помогут индексные фонды. Это тип инвестиций, который объединяет акции, облигации и другие ценные бумаги в один диверсифицированный портфель. Риск существует всегда, но когда мы диверсифицируем наш портфель, это снижает общий уровень риска. Во что же лучше инвестировать? Какие активы способны принести прибыль, чтобы на пенсии мы правду заработали? Я просто обожаю целевые пенсионные фонды. Ты просто выбираешь год, когда собираешься уйти на пенсию, по сути в 65, и вкладываешь в него все свои деньги. Они автоматически диверсифицируются. Автоматом. И акции, и облигации, мелкие, громадные компании, и все в этом духе. Просто вкладываешь столько, сколько можешь. Они практически не берут комиссий. Это не финансовый консультант, который берет с вас 1%. Это компьютер, который делает это за вас. Для многих это что-то невероятное. Говорят мне, «Рамит, ты хочешь сказать, что я просто выбираю один фонд с запланированной датой, инвестирую в него по своему плану, индивидуальный счет подключу, и налогом это не будет облагаться?» По большей части да. Для подавляющего большинства людей целевой фонд это фантастика. Например, если бы мне сейчас было лет 25, что бы я сделал? А вот что. Я бы вкладывал каждый лишний доллар себе на счет в целевой фонд и не парился. А теперь, ребята, я покажу вам свой целевой пенсионный фонд, в который я лично сам инвестирую. Как-то так. Это целевой пенсионный фонд Vanguard 2050. Очевидно, если вы планируете выйти на пенсию раньше или позже, выберите другой. Я вот решил, что повешу перчатки на гвоздь примерно к 50-му. За последние 10 лет его показатели составили 8-36% годовых. После того, как вы вложили свои кровно заработанные фондовый рынок, наступает самое трудное – ожидание. То, как вы управляете эмоциями, ваша склонность к риску – это одни из главных инструментов накопления богатства. Ведь рост – это не прямая линия. Вот как это происходит. Вверх-вниз. В этот год рванет на 30%, другой упадет на 6%. 23-й год не самый крутой. Но вы должны помнить, за последние 10 с лишним лет рост был колоссальным. Большинство людей просто не может пережить трудные времена, которые происходят на рынке. А если посмотреть на этот год, та еще история. Похоже, что мы скатываемся в рецессию, не так ли? Нас ждут очень непростые времена. Опасения вокруг потенциальной рецессии продолжают нарастать. В опросе The Wall Street Journal экономист оценил вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев 61%. И есть опасения, что сейчас мы как никогда близки к рецессии. Что ты посоветуешь тем людям, которые в панике за все эти ситуации хотят вытащить свои деньги из всех своих кормушек? Сделаешь это и ты обречен! Это одно из худших финансовых решений, которые вы можете принять. Сейчас объясню. Это называется маркеры входа и выхода. Когда вы пытаетесь все вывести в нужное время, а затем вернуться. Здесь есть несколько проблем. Во-первых, вы не знаете, будет ли цена расти или падать. Когда люди говорят, но это же на поверхности! Нифига, это не очевидно. Также для всех все было очевидно в 2008, 2009, 2010, 2016, 2020, 2022. Это не очевидно. Где-то рост, где-то спад. У рынка свой расчет, вы не сможете это предсказать. Во-вторых, даже если вы вытащили их в самый подходящий момент, когда дела идут по-настоящему хорошо, а затем рынок падает. Откуда вам знать наверняка, когда лучше всего возвращаться? Решение следующее. Начните последовательно инвестировать каждый месяц. Не имеет значения, в каком сейчас состоянии рынок. Не имеет значения, падает он или нет. Вы не Нострадамус. Каждый месяц вы закидываете денежку на свой счет Vanguard, Fidelity или Schwab. И это может быть 100 долларов, 1000 или даже 5000 долларов. Главное, чтобы это было непрерывно. Когда стоимость больше, вы покупаете меньше. Когда дешевле, вы покупаете больше. Со временем, эта стратегия усредненной стоимости будет иметь значительный перевес даже на волатильном рынке. Помню тот день, когда я впервые вложил деньги через Vanguard. Я знал, что мне не нужно постоянно проверять свой баланс. Я читал книги Ромита, других авторов, где на этом был акцент, но ничего не мог с собой поделать. Я обновлял эту штуку каждый божий день, отслеживал изменения, наблюдал, как они росли и падали. Но в конце концов, я решил перестать зацикливаться и просто позволил инвестициям делать свою работу в фоновом режиме. Это было лучшее решение. Теперь я навещаю его каждые 6 месяцев, чтобы узнать, как идут дела. И за последние 8 лет, в среднем, я возвращал около 8% годовых. Если бы вы инвестировали 5000 долларов в год за тот же период времени, вы бы заработали 13000 процентами. А если вы продолжите инвестировать, ваши деньги будут расти в геометрической прогрессии. При условии, что вы не совершите одну фатальную ошибку. Это ужасная ошибка, которая обойдется вам в сотни тысяч долларов. Многие из нас пользуются услугами финансовых консультантов. Так вот, прямо сейчас доставайте телефоны, пишите родителям, друзьям и знакомым. Привет, а сколько ты платишь тому Васяну, модному финансовому консультанту? И когда ты наедешь на Васяна за цены на его услуги, он начнет ссать в уши. Ну мы вообще-то защищаем ваши деньги, кровно заработанные, хорошо вам, хорошо мне и бла-бла-бла. Ебаный Васян, это же просто спиногрыз. Я почти гарантирую, плата за такие васянские услуги будет в районе 1%. Ну вы скажете, ну подумаешь, ерунда же. Но если сравнить это дело на дистанции, вы будете платить комиссию в размере 1%, или 28% будущих доходов. А если это будет 2%, это частая практика у мошенников. Вы заплатите более 50% своей прибыли прямо им в карман. Если у вас скромный доход, и вы начали инвестировать в 20%, это могут быть сотни тысяч. Большинство советов, о которых мы говорили сегодня, действительно простые. Откройте счета, автоматизируйте процесс и живите в удовольствии. Но если вам действительно нужен финансовый консультант, у вас не хватает времени и вам неохота забивать этим голову. Прекрасно, платите почасовую оплату или плату за проект, но никогда не процент от активов под управление. Поскольку личные финансы это тема прежде всего индивидуальная, вам придется провести небольшое исследование, чтобы убедиться, что вы принимаете наилучшее решение для себя и своей семьи. И чтобы помочь вам определиться, что стоит, а что нет, я припарковал парочку полезных ресурсов в описании под этим видео, парочку полезных реддитов по теме личных финансов, и также настоятельно рекомендую ознакомиться с книгой Рамита Сети «Я научу тебя быть богатым». Она мне очень помогла на старте, и думаю, поможет и тебе. Когда вы начинаете копаться в личных финансах, очень легко встрять на полпути. Вы должны найти причину, чтобы начать инвестировать. Допустим, я начал заниматься личными финансами. Что посоветуешь? Я думаю, что деньги – это удивительный источник радости. И когда мы обычно думаем о деньгах, для нас это гримучий лес. А ведь я уверен, ты не против себя на старость-то подкопить. Поэтому я всегда спрашиваю людей, чем богата ваша жизнь? Что ты хочешь делать? Съездить в Италию? А отправиться в пеший поход? Потрясающе. Давай привнесем это в вашу богатую жизнь. Начнем с этого. И как только вы это сделаете, внезапно придет осознание «О боже мой». Чтобы все это реализовать в одиночку или с партнером, с семьей или друзьями. Это ведь история не из дешевых? Что же можно сделать? Попросить повышение зарплаты, мы говорили об этом. Вы можете начать свой бизнес, но и инвестировать. Каждый год, пока ты откладываешь инвестиции, обходится тебе в тысячи, а иногда и в десятки тысяч долларов. Рамит, большое спасибо за то, что ты делаешь. Если люди захотят узнать больше о твоей работе, куда мне их отправлять? Заходите на YouTube-канал, приходите на подкаст, где я беру интервью у пар, где они делятся реальными цифрами, иногда плачут, иногда смеются. Психология денег – это всегда интересно. А еще на сайт iwt.com и другие социальные сети. Загляните в описание, там есть все, о чем мы сегодня рассказывали. Также не забудьте подписаться на канал и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр!